Телеканал КРТ представляет И они, как говорил классик, страшно далеки от народа А не вышел ли Киев из Минских соглашений? К тому времени многое может измениться Подробнее об этом поговорим с политическим экспертом Дмитрием Дженгировым Здравствуйте, Дмитрий Добрый Добрый вечер, уважаемые зрители С вами Международная панорама и ее ведущий Даниил Богатырев Начинаем с тревожной новости В Закавказье, или, как любят говорить сами жители этого региона На Южном Кавказе Минувшая неделя выдалась неспокойной 12 июля там в очередной раз обострился армяно-азербайджанский конфликт На сей раз речь идет не о Нагорном Карабахе Где конфликт продолжается с 1988 года А о приграничном регионе под названием Товуз На северо-западе Азербайджана И, соответственно, северо-востоке Армении Как водится, в таких случаях Версии сторон о том, что послужило причиной обострения конфликта Разнятся Так, в день начала конфликта Министерство обороны Азербайджана сообщило Что, начиная с полудня, цитирую Подразделения вооруженных сил Армении Грубо нарушая режим прекращения огня На направлении Товузского района Азербайджана-Армянской государственной границы Открыли огонь по нашим позициям Используя артиллерийские установки Армянские вооруженные подразделения По словам руководителя пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагифа Даргяхлы Попытались перейти в наступление С целью захвата позиций Азербайджанской армии В свою очередь, армянская сторона Выдвигает несколько иную версию Так, пресс-секретарь министра обороны Армении Давида Танаяна Шушан Степанян Опубликовала письменное заявление В своем аккаунте в Facebook По ее словам, цитирую Около 12.30 военнослужащие вооруженных сил Азербайджана По неизвестным причинам попытались пересечь Государственную границу Республики Армения На автомобиле УАЗ После предупреждения армянской стороны Азербайджанские военнослужащие Оставили свой автомобиль И вернулись на свои позиции В 13.45 военнослужащие вооруженных сил Азербайджана Повторили попытку занять пограничную позицию Вооруженных сил Армении Используя артиллерийский огонь Но подверглись давлению с армянской стороны И были отброшены В подтверждение своих слов Армянские ресурсы выложили фото и видео На которых виден предположительно Тот самый азербайджанский автомобиль УАЗ В следующие дни Приграничное противостояние между Арменией И Азербайджаном продолжалось Стороны несли потери И порой весьма существенные Так, 14 июля В боях на Тавузском направлении Погибли офицеры азербайджанской армии Генерал-майор Палат Гашимов И полковник Ильгар Мирзаев В целом, по официальным данным Азербайджана За время обострения конфликта Погибло до 30 военнослужащих Его вооруженных сил По сообщениям армянской стороны На 16 июля погибли два офицера И два младших сержанта Ранили два полицейских 20 военнослужащих и один мирный житель Еще 16 военнослужащих Получили легкие ранения Не требующие стационарного лечения При этом западные российские СМИ Сообщают о том, что при такой интенсивности Боестолкновений, которая имела место Потери каждой из сторон Могут исчисляться примерно сотней убитых И несколькими сотнями раненых По состоянию на 20 июля Ситуация на границе двух государств Южного Кавказа Сравнительно стабилизировалась Похоже на то, что большой войны В регионе на этот раз удалось избежать Однако Дипломатические перипетии Вокруг конфликта продолжаются Так, 13 июля, на следующий день после начала конфликта Турция поддержала Азербайджан Глава турецкого МИД Мевлюд Чавушаглу Заявил, что Турция призывает Армению Опомниться и готова оказать любую посильную помощь Азербайджану То, что делает Армения, неприемлемо Пусть она соберется с мыслями Нельзя сказать, что позиция Турции Была непредсказуемой и кого-то удивила В предшествующие годы Анкара Также демонстративно поддерживала Азербайджанскую сторону И принимала участие в торговой блокаде Армении Вот что говорил оппозиция Анкары В августе прошлого года Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян Цитата Отказ Турции от установления Дипотношений с Арменией Экономическая блокада Последовательное отрицание факта геноцида армян А в последнее время И оправдание геноцидальных действий Очевидная и безоговорочная поддержка Азербайджана в вопросе Карабаха Создают для Армении Серьезную угрозу безопасности Как видим, мягко говоря Непростые отношения Турции и Армении На протяжении долгих лет Равно как и обилие исторических проблем Между двумя странами Делали поддержку Баку со стороны Анкары В конфликте с Ереваном Практически неизбежной Но выльется ли эта поддержка в нечто большее Чем просто совместная блокада Армении И помощь в подготовке военных Реальна ли перспектива участия турецких войск Или неких прокси Вроде частных военных компаний В армяно-азербайджанском конфликте Активный и жесткий стиль Внешней политики Турции В последние годы Намекает на то, что разговоры О вероятности ее военного вмешательства В конфликт в Закавказье Не пустой звук Однако следует понимать Что в данный момент Турецкие вооруженные силы и прокси Уже вовлечены в два военных конфликта В Сирии и Ливии Перспектива окончания этих войн Берущих свое начало с революционных Политических процессов арабской весны Пока не просматривается Сомнительно, что будучи вовлеченной Уже в две войны Анкара горит желанием ввязаться в третью В этой связи мы склонны считать Что жесткая дипломатическая риторика Турции В вопросе армяно-азербайджанского конфликта Это угрозы, призванные купировать Чрезмерную эскалацию А не стремление к вмешательству Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов И позицию России в вопросе обострения конфликта Она хоть и была довольно сдержанной Дала понять, что в Москве держат руку На пульсе происходящего 13 июля, после переговоров Сергея Лаврова с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Российский МИД опубликовал заявление В котором значилось Цитата Россия подчеркнула важность всех членов Минской группы ОБСЕ Продемонстрировать ответственный подход В оценке разворачивающегося конфликта И избежать деклараций или действий Способных спровоцировать Дальнейшую эскалацию напряжений По сути, это был непрямой намек Турции Которая является одной из стран-участниц Минской группы ОБСЕ Созданной в начале 1990-х годов Для урегулирования Карабахского конфликта Другой намек в адрес Турции озвучил 16 июля Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко Указав, что Цитата Страны, которые окружают Которые граничат с этим регионом Должны проявлять максимум взвешенности Ответственности и сдержанности В том числе в публичной риторике Напомним В армянском городе Гюмри Возле турецкой границы Расположена 102-я российская военная база В которой дислоцированы около 5000 человек Так что в случае активизации конфликта Анкара и Москва могут оказаться втянутыми в него на разных сторонах Как это уже происходит в Сирии и Ливии Ни в России, ни в Турции в этом не заинтересованы Потому, вероятно, в ближайшие недели Стоит ожидать смягчения дипломатической риторики Вокруг армяно-азербайджанского конфликта И направление ее в русло мирного урегулирования Как водится, в подобных случаях Не обошлось и без Украины 13 июля Киев в официальном заявлении МИД Выразил глубокую обеспокоенность В связи с обострением ситуации На армяно-азербайджанской границе Однако в последнем абзаце документа Говорилось, что украинская сторона Цитирую Выступает за политическое урегулирование ситуации На основе соблюдения суверенитета И территориальной целостности Азербайджанской республики В рамках ее международно признанных границ При этом в тексте заявления Присутствовали отсылки на резолюцию ООН Касавшиеся Карабахского конфликта Хотя нынешнее обострение Произошло не в Карабахе Данное обстоятельство вызвало Недовольство армянской стороны И 14 июля посол Украины в Армении Иван Кулеба был приглашен В МИД Армении на беседу На следующий день Несколько десятков представителей Молодежного крыла партии Дашнак Цутюн Провели акцию протеста Перед посольством Украины в Армении Одним из лозунгов митингующих Стала фраза Ешьте вами же сваренный борщ Видимо, в качестве реализации этого лозунга Участники протеста Облили украинское посольство борщом Комментируя эту новость Отметим лишь то, что протестов Армянской стороны Можно было легко избежать Выбрав для заявления Более нейтральную формулировку Скажем, достаточно было упомянуть Что Украина выступает за урегулирование конфликта На основании норм международного права Ну а так, поймали очередную дипломатическую оплеуху Подробнее об этом поговорим с политическим экспертом Дмитрием Дженгеровым Здравствуйте, Дмитрий Добрый Какие события предшествовали нынешнему обострению Мы здесь с вами за кадром поговорили уже Немного об отношениях Армении и Азербайджана В последние годы После прихода Пашиняна к власти в Армении Вот могли бы ли вы описать это подробнее Пожалуйста, для наших зрителей Смотрите, ну после госпереворота в Армении Цветного, очередного и прихода К власти Пашиняна И в Азербайджане И в той части Газдепа Которая контактирует с Алиевым С азербайджанской властью Была некая иллюзия, что раскол между Ереваном и Москвой Будет, так сказать, углубляться Ухудшение отношений Армении с Россией Имеет свои пределы В отличие от многих других стран Где оно может продолжаться до бесконечности Тут и вот наступил этот тормоз Тормоз в первую очередь заключается в том, что 100% В последние пять лет 100% вооружений Армения получает из России И разумеется, армянская армия тем самым привязана к российским военным стандартам Значит, к российской армии У Азербайджана тоже интересная ситуация Мало кто, вот кто не эксперт Правда, у нас такие эксперты, что тоже 60% вооружений Азербайджан получает от Израиля Азербайджан играет в несколько там Свои более сложные игры Потом, следующий этап, когда стало понятно Что в тупик вот этот азербайджанский путь Что есть предел уступок И есть предел ухудшения отношений Армении Они прохладные, но они не перед Шансов, что они перейдут в какую-то еще худшую стадию Нет, потому что в Армении Если нет инстинкта самосохранения у власти Еревана Он есть у армянской политической нации И она его контролирует Которая в своих, так сказать, находятся отношениях Со всеми центрами силы И с Россией, и с Ираном И с, так сказать, Соединенными Штатами И даже с Турцией Сейчас произошла такая стычка И у Алиева, который, если чего-то и опасается То армии, как это зачастую бывает на Востоке Он начал серьезную чистку и перестановку Потому что армия, так сказать, которая ему рассказывала Про свою высокую боеспособность Про то, что там тоже, так сказать, малой кровью могучим ударом Ту же самую старую песню Пела Но на самом деле Она, так сказать, фактически в этой стычке потерпела Пусть локальное, но поражение Он сейчас попытается взять под контроль армию Собственно говоря Для многих, ну, на Востоке образцом является Эрдоган Который все-таки поставил под контроль армию Так сказать И вот, видимо, по такому пути пойдет Алиев Все-таки более жестко прихватит эту структуру Которая была более не менее такой вот независимой Что касается, так сказать, Армении Ну, опять же, опять же, это все события можно было предсказать Естественно, ни Россия, ни ДКБ Никто не высказался вот напрямую в поддержку С одной стороны С другой стороны, мы понимаем, что никто и вмешиваться не будет Турция может что угодно заявлять Исходя из своей солидарности Но не такие простые отношения Турции и Азербайджана, например Чтобы вот так вот кто-то кого-то, так сказать, сильно поддерживал Но вот этот момент, о чем говорят турецкие аналитики Что Армения, так сказать, обострила ситуацию Провоцируя конфликт Турции и России Ну, в какой-то степени В какой-то степени это так Потому что в любом случае Россия Армению не сдаст Все стороны конфликта и стоящие за ним Вступили в некоторую ситуацию переформатирования вот этих отношений То есть понятно, что Россия с Турцией должна опять по очередному вопросу договариваться Это у них очень сложное союзничество Очень такое неудобное союзничество Но вынужденное союзничество С двух сторон для решения проблем Так сказать А Соединенные Штаты Сейчас им точно не до Азербайджана Иран, я думаю, тут третий радующийся Тем более Иран скорее за Армению Главный вывод в том, что Ну, никакого решения Не только Карабахская проблема Но и проблема армяно-азербайджанских отношений не имеет И насколько я понимаю Сейчас появилась еще одна тема Для российско-турецких переговоров Или это все-таки на втором-третьем плане будет Наряду с Сирией, Ливией Нет, ну почему же Я думаю, что это все тоже Так сказать Турция Турция стала очень быстро Мощным региональным игроком Турция, если вы посмотрите Ну, есть, видимо, свои законы империй Какие-то геополитические законы империй И вы заметите Турция проявляет активность По всей территории Турецкой Бывшей Османской Я даже скажу больше Бывшего халифата Потому что и уйгуры И Рохинджа Рохинджа Во всем в Мьянме И Ливия Где якобы есть тоже турки Хотя, ну, этнических считается Там их несколько десятков тысяч Но Эрдоган заявляет Там полутора миллионов Ливийских турок Влияние турецких семей Очень серьезное И на Аравийском полуострове Вот эта семья Хашокджи Это турецкая семья Вот журналиста Которого убили Но он не журналист был Он был сторонник И конфидент Другого принца Тоже наследник Ну, а есть один официальный Доверенное лицо Доверенное лицо И действовал в интересах Другого претендента За которым британцы Находятся Поэтому Турецкий фактор На всей этой территории Включая Тунис Алжир Это вполне логично Более того Заметьте Как все повторяется А в рамках Османской империи Противовесом Туркам И Стамбулу Был Египет Более того Мамилюки Даже захватывали Стамбул И даже Так сказать Причем это все было Внутри одной империи Так сказать И даже войны были Турецко-Египет И вот опять Назревает Очередной Египетско-Турецкий Конфликт Потому что Египет Свои претензии На Северную Африку Видит Своей зоной Влияния Ну да Это в рамках Ливийского конфликта Да Ливийского Ну и опять же Так сказать Оно активизировалось В рамках Ливийского конфликта Судан Южный Судан Где и турецкие Интересы И египетские Сходятся Турция участвует Везде Спасибо вам за беседу Дмитрий В гостях у меня был Дмитрий Джангиров Политический эксперт С каждой неделей Новыми подробностями Обрастает конфликт США с Китаем Не стало исключением И предыдущая неделя Сначала В Вашингтоне Заявили Что собираются Запретить въезд Всем членам Китайской Коммунистической партии А это На секундочку Более 90 миллионов Человек А затем Назвали незаконными Китайские претензии На территории Южно-Китайского моря И отправили туда Авианосную группу Но Обо всем По порядку 17 июля Госсекретарь США Майк Помпео Заявил о том Что администрация Президента страны Дональда Трампа Прорабатывает Запрет на въезд В Соединенные Штаты Для членов Коммунистической партии Китая И их семей При этом Помпео отметил Что китайские власти Насаждают в Гонконге Цензуру И пояснил Что сейчас администрация Трампа Находится в поиске Верного решения Госсекретарь Отказался Комментировать Меры Которые находятся На стадии разработки А также Подчеркнул Что окончательное решение Будет принято Американским президентом Информация о том Что Белый дом Готовит запрет На въезд В Соединенные Штаты Всех китайских коммунистов Просочилась В западную прессу Несколькими днями ранее Вот что писала Об этом британская The Guardian Комментируя публикации Своих коллег из других изданий Цитата По сообщениям New York Times Проект президентского указа Отменяет визы Для членов Коммунистической партии Китая А также Их семей Издание Ссылается на Четырех госслужащих Знакомых С предполагаемым Запретом На поездки Который может Распространяться На 92 миллиона Членов партии Агентство Reuters Подтвердило Сообщение В четверг Заявив Что проект Распоряжения Президента Был распространен Но обсуждения Находились на ранней стадии И проблема Еще не была Доведена до Трампа При этом Китай считает Ложными Сообщения Американских СМИ О том Что власти США Планируют Запретить въезд В страну Членам Коммунистической Партии Китая Об этом Заявила в пятницу Официальный Представитель МИД КНР Хуа Чуньинь Цитата Реалы опубликованы В американских СМИ О том Что США Собираются Ввести ограничения На поездки Членов КПК И их родственников Поскольку Власти Соединенных Штатов Так и не подтвердили Данную информацию Мы склонны Относить Подобные новости К категории Ложных информационных сообщений Заявление Китайской стороны Прозвучало В тот же день Когда госсекретарь США Майкл Помпео Фактически признал Что подобные меры Рассматриваются Впрочем Понять китайцев Можно В дипломатии Не принято Комментировать Слухи О каких-либо Готовящихся Событиях Или решениях Только Свершившиеся Факты Этому Кстати Следовало бы Поучиться Некоторым Украинским Политикам Чрезмерно Увлекающимся Комментированием Журналистских Инсайдов Наряду Со слухами О возможном Введении Запрета На въезд В США Для китайских Коммунистов На минувшей Неделе Вашингтон Резко Обострил Риторику В отношении Госдепартамента США Было Упубликовано Соответствующее Заявление Процитируем Основные Его тезисы Поскольку Пекин Не смог Выдвинуть Законные Последовательные Претензии На территории В Южно-Китайском Море Соединенные Штаты Отклоняют Любые Претензии КНР На воды За пределами Территориальных В 12 Морских Миль Полученных От включения В свой состав Островов Спратли Без ущерба Для других Государств На такие Штаты Отклоняют Любые Претензии КНР На морские Воды Окружающие Ряд Бухт Вьетнама Малайзии И Брунея Любые Действия КНР Направленные Против Рыбной Ловли Или Разработки Углеводородов В этих Водах Других Государств Или Осуществление Таких Действий В одностороннем Порядке Являются Незаконными В лучших Традициях Так называемой Дипломатии Канонерок Свой дипломатический Вызов Китаю Американцы Подтвердили Введением В Южно-Китайское Море Двух Авианосцев Вот как Описывало Это событие 17 июля Агентство CNN Цитата Два авианосца ВМС США Вновь провели Редкие Двойные Учения В Южно-Китайском Море Второй раз В этом месяце Массивные Военные корабли Объединились Для действий В спорных Водах Для понимания Того Почему именно В Южно-Китайском Море США Решили нанести Китаю Очередной Дипломатический Удар Следует Объяснить Что значит Этот регион Для КНР В Пекине Всю территорию Южно-Китайского Моря Рассматривают Как приоритетную Зону Своей экономической И политической Экспансии За счет Претензий На весь Архипелаг Островов Спратли На который Также претендуют Вьетнам Тайвань Малайзия Филиппины И Бруней Китайцы Рассматривают Всю территорию Моря За исключением 12-километровых Полоз По берегам Других государств Как свои Территориальные Воды Насколько это Справедливо С международно-правовой Точки зрения Можно спорить Но факт Остается фактом Китайцы Хотят быть Исключительными Хозяевами Всех полезных Ископаемых Залегающих На дне моря И в регионе Нет ни одной Страны Сопоставимой С КНР По уровню Военной И экономической Мощи Ресурсы Со дна моря Нужны Китайской Промышленности Как воздух Будучи Фабрикой Мира Китай Постоянно Нуждается В сырье В первую Очередь В углеводородах На сегодняшний День Ни кооперация С Россией Ни с Ираном И Туркменистаном Не способны В полной Мере Удовлетворить Его потребности В нефти И газе В Министерстве Геологических Ресурсов Игорного Дела Китайской Народной Республики Подсчитали Что в Южно-Китайском Море Может залегать 17,7 Миллиардов Тонн Нефти В то время Как например Нефтедобывающий Кувейт Имеет 13 Миллиардов Тонн И хотя Специалисты Из других Стран Оценивают Нефтяные Запасы Южно-Китайского Моря Скромнее После озвучивания Этих цифр Претензии Китайцев На регион Становятся Понятны Что же Что касается Попыток США Спорить эти Претензии Они также Вполне Объяснимы Пока Китай Не располагает Флотом Сравнимым По своему Могуществу С американским Штаты Будут активно Использовать Своё преимущество Для беспокоящих Действий В китайском Подбрюшье В этих условиях Неудивительно Что обычно Предельно Сдержанная Китайская Дипломатическая Риторика В последнее Время Все больше Ужесточается Например 18 июля По итогам Телефонного Разговора Главы МИД КНР Ван И Со своим Российским Коллегой Сергеем Лавровым Китайское Дипломатическое Ведомство Процитировало Следующие Слова Своего Руководителя США Перекладывают На других Свои Обязательства Используют Пандемию Для дискредитации Других Стран И сваливания Вины На других Они не Останавливаются Ни перед чем Даже создают Горячие точки И противостояние В международных Отношениях Они уже Факт, что подобное Заявление Было сделано Именно в разговоре С Лавровым Не случайен Видя нарастающее Давление Со стороны Соединенных Штатов Китай стремится Создать Некий Антиамериканский Союз В котором Россия Видится Вполне Логичным Элементом Далее По тексту Сообщения О телефонном Разговоре Двух Министров Прямо Указано Что КНР И РФ Должны продолжать Продвигать На более высокий Уровень Двусторонние Отношения А также Работать Вместе Со странами Которые Цитата Занимают Объективную И справедливую Позицию Собственно На языке Дипломатии Это и означает Прямое предложение Дружить Против Дряхлеющего Мирового Геремона В ближайшие Месяцы И годы Именно Противостояние По линии США Китай Будет Основной Темой Международных Отношений Уверен Практически Ни одна Неделя Не обойдется Без новостей На эту тему Разобраться В этой теме Нам поможет Адвокат Международник Кирилл Барашков Здравствуйте Кирилл Здравствуйте Данил Кирилл Ну вот у этого Противостояния Есть еще Военный аспект А точнее Военно-морской Вот два авианосца Зашли в Южное Китайское море На прошлой неделе Провели там Учение Ясно Что это было Сделано для Китая Сделано это было Показательно Вот Но Есть один Такой Интересный момент На сегодняшний день Китайская программа Финансирования флота Уже по объему Выделенных средств Больше Чем финансирование Американского флота То есть через какое-то время Лет через 5-10 Китайцы настроят Столько кораблей Что просто смогут Конкурировать С американцами на море В этой связи Не является ли Вот это использование Штатами авианосцев Для устрашения Китая Или чего-то подобного Таким Последним Доводом Как говорится Королей То есть через 10 лет Они уже так делать Не смогут Очевидно Безусловно Они не смогут Так делать Я только что Читал достаточно Буквально Несколько часов назад Да Прочитал достаточно Подробно По этой теме Да Они не смогут Так делать Уже в 2027 В 2028 году То есть не через 10 А через 7 8 лет Но мое глубокое Убеждение Состоит в том Что они этого Не могут делать По сути Уже и сейчас Да У американцев Сейчас больше Безусловно Это мощная военная держава Солдаты Авианосцы Самолеты Истребители Военные базы Соединенных Штатов Никуда не делись Но Я считаю Что политической воли Для их использования Уже нету И не будет Мы В первую очередь Причина В самих Соединенных Штатах Американское государство Да Но расколото Потому что Когда мы говорим Америка Мы говорим О какой Америке О Трампе О промышленниках О капиталистах Или мы говорим О БЛМ Да О спящем Джо Байдене И так далее И тому подобное Вот Поэтому И если сравнивать Сейчас Опять же Максимально Максимально Объективно КНР Да И Соединенные Штаты То мы увидим С одной стороны Я говорю сейчас О КНР Достаточно Мощную Экономическую Державу Да У которой Соединенные 70% Товаров Соединенных Штатах Родом Из Китая Да До 60% Технологического Экспорта Родом Из Китая Истребители 80% Редкоземельных Металлов Родом Из Китая Стабильная Политическая Система С другой стороны Находятся Соединенные Штаты В которых Действующий Президент Говорит о том Что он Может не признать Результаты Грядущих Выборов Может и признать В зависимости То как они Пройдут Вторая Сторона Его Конкурент Является Скажем Некой Модернизированной С одной стороны А с другой Сторон ухудшенной Версии Леонида Брежнева Да Мы Мы видим Протесты Мы видим Крайне Нестабильную Политическую И на самом деле Уже экономическую Систему Будет ли Кооперация В рамках Российско-Китайского Содружества Более тесной И удастся ли Привлечь к ней Еще какие-то Страны Которые Также Объединены Вот этим Желанием Избавиться От Американской Мировой Гегемонии Вы знаете Да С одной стороны Вы правильно Совершенно Упомянули О разговоре Иван Иславрова Мы видим Разговоры Подготовку Антиамериканской Коалиции С другой стороны Помпео Активно Ведет Переговоры О создании Антикитайской Коалиции Он правда Называет Это не антикитайская Коалиция Коалиция По сдерживанию Тлетворного Влияния Коммунистической Партии Китая Что в принципе Одно и то же Да И мы сейчас Да Действительно С интересом Наблюдаем Начинающееся Значит Зарождение Да Мы наблюдаем Зарождение Двух коалиций Которые скорее всего Будут между собой Конкурировать Безусловно Я слабо представляю Себе Россию В Сами Значит В Контакте С Соединенными Штатами Против Китая Поэтому безусловно Они будут Я не считаю Что коалиция С Россией С Китаем Против США Будут углубляться Но безусловно Они будут Поддерживать Китай Ну у них Скажем так Есть свои Расскажения Да В случае Какого-то Более серьезного Противостояния Более серьезного Более серьезного Конфликта Пока я Надеюсь Что речь О военном Конфликте Не идет Но Скажем так Локальные Конфликты Экономическая Война Безусловно Будет Усугубляться Китайцы Прямо заявляют О том Что Соединенные Штаты Проводят Политику Которая Очень напоминает Маккартизм Маккартизм Мы знаем Это послевоенная Политика По фактически Выявлению Коммунистов В рядах Американских Чиновников И их оттуда Изъятию Изгнанию Будет ли что-то Подобное И возможно Ли нечто Подобное В наше время Как показала Практика Как показали Последние события В наше время Возможно То что даже Не было возможно И ранее Поэтому Политическая Система Соединенных Штатов Она переживает По-моему Совершенно Уже очевидно Глубочайший Кризис Глубочайший Кризис Общество Расколото Идет Президент Открыто Обвиняясь Значит В Своих Оппонентов Вообще Граждан Отдельных В левых Идеях То есть Левак Левый Антифай Анархист Анархисты Да Это уже на сегодняшний день Является ярлыком В обществе Поэтому Безусловно Я не знаю Будет ли это Маккартизм В чистом виде Вряд ли История редко Повторяется Буквально Но Однозначно Эти тенденции В США Будут усугубляться Но Это Очень Сильно Очень Глубоко Будет Связано С тем Как С изменениями Которые Будут Происходить В самой Америке Спасибо вам За беседу Кирилл Я напомню Моим гостем В студии Был Кирилл Барашков Адвокат Международник Ну а пока В далекой Азии Разгорались Геополитические Баталии В Беларуси Проходил Дежурный Предвыборный Недомайдан 14 июля Центральная Избирательная Комиссия Отказала Бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико В регистрации Кандидатом В президенты Беларуси Кроме Бабарико В регистрации Отказали Еще одному Оппозиционеру Валерию Цепкава После этого В Минске И ряде Других Городов Прошли Стихийные Митинги Местной Оппозиции Как сообщает Правозащитный Центр Весна Лояльной Беларусской Оппозиции В ходе Несанкционированных Митингов Представители Правоохранительных Органов Республики Беларусь Задержали 303 Человека Как минимум Отчасти Эти задержания Были оправданными Так как На видео С протестов Заметно Что отдельные Их участники Устраивали потасовки С правоохранителями На следующий день После протестов Глава Центра избиркома Беларуси Лидия Ермошина Заявила Что несанкционированные Акции Были организованы И спланированы Штабами Двух политиков Которым Было отказано В регистрации Кандидатами На пост президента То есть Виктора Бабарико И Валерия Цепкало Позднее В белорусском МВД Заявили Что митинги Организовывались И координировались Через соцсети Итог Не до Майдана Оказался Вполне прозаичным Белорусские суды Провели 170 заседаний По материалам В отношении Задержанных 51 человек Получил Административный Арест Более 70 Человек Штрафы На Западе Особой огласки Протестам Не придавали Разумеется Было дежурное Заявление Amnesty International С просьбой Отпустить Задержанных Но того резонанса Который обычно Бывает в подобных Случаях Не наблюдалось Новости о протестах В Беларуси Освещались Западными СМИ Довольно буднично А вот на постсоветском Пространстве И особенно в Украине Они произвели Настоящий фурор Журналисты Стали писать О начале Белорусского Майдана А некоторые Из них На полном Серьезе Обращались К экспертам С вопросами Вроде Удержится ли Лукашенко У власти Откровенно говоря У меня подобная Постановка вопроса Вызывает смех Да 9 августа В Беларуси Пройдут президентские Выборы И да Недавно там Прошли протесты Против отказа В регистрации Условно Несистемным Кандидатам Но на этом Все сходства С Майданом Или иными Так называемыми Цветными Революциями Заканчиваются Для их Для их Осуществления В Беларуси Нет главного Всесильных Олигархов Готовых Профинансировать Подобные Действия И контроля Частных Лиц То есть Все тех же Олигархов Над информационным Полем Страны Зато там Есть прочная Вертикаль Власти И полная Подконтрольность Силовых Структур Президенту Это Как правило Становится Серьезным Препятствием Для всякого Рода Бунтов И революций Белорусская Оппозиция И в меньшей Степени Либеральные Убеждения Усредненный Портрет Белорусского Оппозиционера Очень похож На аналогичный Портрет Оппозиционера Российского Только с Национальным Калоритом Житель Крупного Города Имеющий Доход Выше Среднего Зачастую Представитель Креативных Индустрий Или сотрудник Компаний Завязанных В своей Работе На запад Например В сфере Информационных Технологий Таких Людей Мало И они Как говорил Классик Страшно Далеки От народа А потому Организовать С их помощью Нечто вроде Цветной Революции Невозможно Я бы даже Сказал Что ограниченные И выхолощенные Протесты Несистемной Оппозиции Выгодны Лукашенко Для мобилизации Своего Консервативно Настроенного И ценящего Стабильность Электората Ему полезно Припугнуть Последней Перспективой Белорусского Майдана Вообще За шесть Последних Лет Украина Сама того Не понимая Создала Отличный Пример Для соседей По постсоветскому Пространству Пример Увы Отрицательный Теперь на всякого Кто будет протестовать Против действующей Власти В Беларуси Казахстане Или России Представители Этой самой власти Будут указывать Пальцем И говорить Своим избирателям Посмотрите на них Они хотят Чтобы было Как в Украине И этот аргумент Из серии А то будет хуже Будет действовать Безотказно Так что Я бы не стал Серьезно относиться К сообщениям О белорусском Майдане Если только Не рассматривать Их в контексте Предвыборной Компании Лукашенко Впрочем Возможно Настоящая А не бутафорская Попытка Майдана В Беларуси Еще впереди Вот например Что заявила На митинге Своих сторонников Зарегистрированная Кандидатом в президенты Жена оппозиционного Блогера Светлана Тихановская Цитата Власть будет Фальсифицировать Выборы Но в этот раз Мы сможем Проконтролировать Наши голоса Народ поднимет Себя с диванов И защитит Свои голоса Разумеется Такое заявление Не могло пройти Мимо русской Службы Би-Би-Си С радостью Его процитировавшей Впрочем Кто бы не цитировал Слова белорусских Оппозиционеров Отсутствие Достаточной Поддержки Внутри страны Это не компенсирует На данный момент Наиболее вероятным Сценарием Остается Очередная победа Лукашенко С последующими Незначительными Протестами Которые быстро Улягутся На минувшей Неделе Похоже Окончательно Наметился Тупик В вопросе Переговоров О выполнении Минских соглашений Об этом Заговорили После того Как Верховная Рада Украины 15 июля Приняла Постановление О назначении Местных выборов Как и ожидалось Выборы Назначены На 25 октября Однако В документе Присутствует Пункт Который Говорит о том Что на Контрольных территориях Выборы Не будут Назначены До выполнения Ряда условий А именно Цитируем Основные тезисы Выводы Из Украины Всех незаконных Вооруженных Формирований Управляемых Контролируемых И финансируемых РФ Российских Оккупационных Войск И их техники Восстановление Полного контроля Украины Над государственной Границей Разоружение Всех незаконных Вооруженных Формирований И наемников На временно Оккупированных Территориях Восстановление Конституционного Строя И правопорядка На оккупированных Территориях Обеспечение Безопасности Граждан Украины Проживающих На оккупированных Территориях Как уже успели Заметить все Кто когда-либо Читал Минские соглашения А точнее Комплекс мер По их выполнению Подписанный 12 февраля 2015 года Пункт о контроле Над границей До А не после Проведения Местных выборов Прямо Им противоречит Напомним Девятый пункт Комплекса Мер Гласит Восстановление Полного контроля Над государственной Границей Со стороны Правительства Украины Во всей Зоне Конфликта Которое Должно Начаться В первый День После местных Выборов И завершиться После всеобъемлющего Политического Урегулирования В скобках Местные выборы В отдельных Районах Донецкой И Луганской Областей На основании Закона Украины И конституционная Реформа Нетрудно догадаться Что проголосованное Верховной Радой Постановление С вышеупомянутыми Формулировками Дало основание Экспертному И журналистскому Сообществу Задаться вопросом А не вышел ли Киев Из Минских Соглашений Кроме того Оно дало Российской стороне Основание Для обличения Позиции Украины Перед западными Партнерами Так 15 июля В телефонном Разговоре С Ангелой Меркель Российский Президент Назвал Попытки Украинской Стороны Переиначивать Минские Соглашения Контрпродуктивными Цитата Основное Внимание Было Уделено Ситуации На юго-востоке Украины Президентом России Акцентирована Контрпродуктивность Попыток Украинской Стороны Исказить Содержание Минских Договоренностей Подчеркнуто Что Линия Киева На выборочное Исполнение Своих Обязательств По этому Документу Заводит В тупик Переговорный Процесс Разумеется Можно сказать Что Ангела Меркель Всегда Поддерживала Позицию Украины В вопросе Урегулирования Конфликта На Донбассе И словам Путина Попросту Не поверит Словам То конечно Может и Не поверит А вот Постановлению Верховной Рады Наверняка Поверит Как говорится Что написано Пером Тем более Что ранее С немецкой стороны Уже неоднократно Звучали заявления О том Что выполнение Минских соглашений Единственный путь К мирному Урегулированию Конфликта На Донбассе Накануне Голосования За постановление О назначении Местных выборов Масло в огонь Слухов О выходе Киева Из минских Соглашений Подлил Вице-премьер И представитель Украины В трехсторонней Контактной группе Алексей Резников В своей статье Для американского Аналитического Центра Атлантик Консул Он написал Цитата По ряду причин Условия Минских соглашений Больше не отражают Реалий На востоке Украины Это наиболее Очевидно В связи с Линией соприкосновения Которая была Тщательно зафиксирована В официальных Минских соглашениях Линия фронта Определенная В начале 2015 года С тех пор Устарела В результате Последующей Российской оккупации Еще 1800 квадратных Миль Украинской земли Понятно Что подобные Аномалии Лишают Весь Минский Процесс Его логики 13 июля Все тот же Резников Заявил Что Киев Выступает За участие США И Великобритании В Минском И Нормандском Форматах Переговоров По регулированию Конфликта На Донбассе Создается Такое впечатление Что официальная Позиция Киева Состоит Не в согласовании Того Как именно В какой Последовательности И в какие Сроки Выполнять Минские соглашения А в том Чтобы заменить Подобные Переговоры Чередой Заведомо Невыполнимых Инициатив Предложение Переписать Соглашения Ввести В переговорную Группу Новые страны Реанимировать Будапештский Меморандум Или ввести Миротворцев За последние Шесть лет Мы уже Слышали Неоднократно Такое впечатление Что украинские Переговорщики Сознательно Ходят по кругу При этом Реального Продвижения Выполнения Хотя бы Тех пунктов О которых Договорились На прошлой встрече Нормандской четверки 9 декабря Нет Ни разведения Войск На трех Дополнительных Участках Линии Соприкосновения Ни обмена Всех на всех Добиться Не удалось И это не говоря О прекращении Огня Казалось бы И переговоры И выполнение Ранее достигнутых Договоренностей Зашли в тупик Но президент Украины Владимир Зеленский Полон оптимизма 21 июля Он заявил о том Что скоро Может быть назначена Встреча Лидеров стран Нормандской четверки Цитата Сейчас мы понимаем Что в принципе У нас есть подтверждение С немецкой стороны Подтверждение С французской стороны И есть согласование Что Российская Федерация Тоже не против встречаться Потому что все понимают Как это важно Для нас всех Встречаться В нормандском формате Поэтому мы В ближайшее время Ожидаем дату встречи В нормандском формате Сложно понять Что лежит в основе Оптимизма Владимира Зеленского Относительно Предстоящей встречи В нормандском формате Во-первых Как мы уже говорили Выше Решения предыдущей Встречи До сих пор Не выполнены Потому не исключено Что какая-то Из сторон Будь то Россия Германия Или Франция Откажется встречаться До достижения Конкретного результата Во-вторых Даже если встреча Состоится В нынешних условиях То почему Владимир Зеленский Думает Что она будет Благоприятной Для Украины Не получится ли так Что Париж с Берлином В ходе этой встречи Выскажут Киеву Своё недовольство Намерениями Переписать Минские соглашения И их невыполнением Систематически Занимаясь Изучением Украинской политики Рискну предположить Что ни один Из вышеупомянутых Вопросов Президента Не волнует Судя по имитации Бурной Но совершенно Бессмысленной Деятельности Вокруг Минского И Нормандского Переговорных Процессов Которой в последнее Время Занимаются Украинские Переговорщики Можно заключить Что вероятно Встречу В нормандском Формате В Киеве Рассматривают Лишь в качестве Сильного Положительного Информационного Повода В преддверии Местных выборов Однако Дадут ли Германия Франция И Россия Слугам народа Шанс пропиариться На очередной Нормандской встрече Вопрос открытый Об актуальных Тенденциях В переговорах О мирном Урегулировании На Донбассе Поговорим С экспертом Международником Юлией Осмоловской Здравствуйте Юлия Добрый день Вот как вы оцениваете Собственно Это постановление О назначении Местных выборов И действительно Ли Приняв его Украина Вышла Из минских Соглашений Как это говорят Некоторые Комментаторы Я не думаю Что Нужно рассматривать Здесь Это постановление Проведение местных выборов Как Последний Гвоздь В гроб Минских Соглашений На этой неделе Еще Несколько Знаменательных Событий Происходило Которые Будут Очень большими Маркерами А позвольте Я с этого Наверное Начну Потому что Свежие события Захват Заложников И освобождение Соответствующего Заложника И Пленение Террориста В Луцке Там Где Якобы Это стало Возможным Освобождение Заложников После того Как наш Президент Переговорил С террористом И вот Это Меняет Полностью Всю парадигму Расклада В том числе В Минских Соглашениях Потому что Если здесь Президент Звонит Напрямую Террористу Мало То что Просто Звонит Соглашается Выполнить Еще одно Из условий Которые Террорист Заявлял О том Что нужно Дать рекомендацию Посмотреть Какой-то там Фильм То Наш президент Идет на этот Прямой диалог С ним Выполняет Эти условия Освобождают Там 13 Заложников А как мы Тогда можем Интерпретировать Позицию Нашей делегации Что мы С террористами Не ведем Переговоров Когда наш Президент Разговаривает С террористом Лично Вот это Я думаю Будет Более Серьезным Маркером На который Наши партнеры По минскому Переговору И по нормандскому Формату В частности Российская сторона Как наш оппонент Будут Однозначно Уповать То есть Тут даже уже Вопрос Этого Законного проекта И принятия Постановления О проведении Выборах Он потерял Свою яркость На фоне Вот такого События Собственно Звучит Очень логично Но вы ведь Не думаете Что Владимир Зеленский Или скажем Украинские Переговорщики В трехсторонней Контактной Группе В нормандском Формате После вот этой Ситуации С вудским Террористом Начнут резко Вести переговоры С представителями Неподконтрольных Территорий Конечно нет Они не начнут Но Это действие Нашего президента Полностью Обнуляет Аргумент На котором Строит свою позицию Украинская сторона Вот почему Эти последствия Гораздо Сложнее Для нашей Переговорной позиции Это нас ослабляет Нам не будет чем Аргументированно защищать Почему здесь мы не говорим Если мы говорим там Хорошо И что же в таком случае Предлагает украинская сторона Вот мы слышали заявление Резникова О том что давайте там Будапештский меморандум Реанимируем Давайте Добавим новых Участников В переговорный процесс В частности Британию Соединенные Штаты Это выглядит все Каким-то Бегом по кругу Потому что Мы слышали это Неоднократно За предыдущие годы Что ответят На это Германия И Франция В принципе Все действия Новой команды Ну я говорю Новые относительно То что команда Президента Порошенко Занималась этим Около пяти лет Они выглядят Как повторение Тех или иных Идей Месседжей Которые звучали У предыдущей команды Это говорит о чем О том что Либо они убедились Что не так легко Будет эту проблему решить Как они обещали Лихо решить вопрос В течение года Даже ставились Какие-то маркеры Вот Ну и соответственно Нет никаких новых идей Потому что Что Можно было Что делать по-другому Если бы команда Зеленского Понимая и зная Что минские соглашения По определению Не могут быть Выполнены Без ущерба Для украинских Государственных интересов В том виде В котором они Зафиксированы Если бы они сразу Сказали на первой встрече В Париже Что у нас есть Другое видение Того Как нужно Решать конфликт И минские соглашения Мы не берем за основу Сейчас когда они Это взяли за основу И уже Больше года Работают На минских соглашениях Выходить в какие-то Любые другие форматы Будет очень тяжело Тем более Что давайте не забывать И основной скепсис Строится вокруг этого Для этих форматов Новых Должно быть Согласие Всех участников Этих новых форматов Если Как наш Министр Иностранных дел Господин Кулеба Говорит Что мы будем Вести переговоры По Крыму Но Россия В них не будет Участвовать То это Просто делает Саму идею Абсолютно Нежизнеспособной И так вот С этими переговорами В Будапештском формате И Привлечении В Великобритании И Соединенных Штатов То есть Ну во-первых Это не проработано Насколько я понимаю Потому что Если бы прорабатывались То Понимали Что сейчас Не самое лучшее время Поднимать эту тему Не для Соединенных Штатов Которые Заняты своими проблемами Перед выборами Не для Британии Которая никак не может Решить проблему Как красиво Разойтись С Европейским Союзом Послевкусие Брексита Эти страны Не готовы сейчас Ни в какие форматы Входить И тем более Мы не знаем Кто будет представлять Условно Если мы берем Уровень саммита Лидеров государств Кто будет представлять Соединенные Штаты На этом формате Через полгода Знаете Вот когда Мне задают вопрос О том А чем же это все Закончится То я говорю Что закончится Скорее всего Либо снятием Либо ослаблением Антироссийских санкций И полным Дезавуированием Имиджа Украины Как договора Способность стороны А вы что думаете По этому поводу Я чуть более Оптимистична Пока в этом Потому что Чтобы понимать Почему могут Сниматься санкции Или не сниматься Надо очень хорошо Понимать Ментальность Тоже самое Германии Которая является Здесь главным Центрообразующим Звеном В том Что санкции Держатся По сути Снятие Снятие Санкций Будет означать Для той же Германии Или для стран Европейского Союза Что они готовы Смириться С тем Что интересы Прагматические интересы Отдельных стран Могут быть выше Принципов О каком Принципе Мы сейчас Говорим Нарушение Норм международного Права В связи С аннексией Крыма Именно По этой причине И по причине Последующих Неправомерных Действий Которые нарушали Международное право Против России Вводились Эти санкции То есть если Европейский Союз Их будет снимать Значит он по факту Признает Что да Интересы Превыше принципов Значит мы можем Свои принципы Положить на полочку И о них забыть Я думаю Что если Украинская Делегация Будет Акцентировать Именно этот аспект В переговорах У нас еще Какое-то время Продержаться В режиме санкций Может быть Другой вопрос Дает ли они Нужный результат Мы же их вводили Не для того Чтобы просто Были санкции Для того Чтобы заставить Россию Изменить Своё поведение И за столько лет Россия не поменяла Своё поведение Значит опрос А правильно ли Был Выбран Механизм Принуждения России К изменению Своего поведения Он показывает Свою Неэффективность В этом плане Значит надо думать Что-то другое Либо их усиливать Более того Санкции уже начали Эффективно обходить Научились в общем-то И те же Немецкие компании Российские Другие европейские Компании А что касается Принципов Здесь мне вспомнился Прецедент с Косово Когда на принципы Очень резво Все закрыли глаза Как говорится Принцип нерушимости Границ Здесь не сыграл Почему же он должен Играть в других случаях Ну по логике Европейцев Не по нашей Разумеется А в Германии Скоро поменяется Канцлер Ну сравнительно Скоро И говорят что Наиболее вероятный Претендент на эту Должность Придерживается Более Прагматичных Позиций Скажем так В отношении И Взаимоотношения С Россией И украинского Конфликта Какие прогнозы У вас на эту Тему есть Все И участники И наблюдатели Порядком устали От этого процесса Минских Переговоров Нормандского Формата Потому что Не видно никакой Динамики Которая бы Вселяла оптимизм И вот этот Эффект Выгорания Он может Существенным Образом Влиять И приводить К таким Сценариям Которые вы Описывали И Возможная Отмена Санкций И Возможное Изменение Риторики Канцлера Германии И еще Любые другие Вещи Которые мы Сейчас Даже не Можем Предположить Но Украина Теряет Темп И Затягивание Конфликта Явно Не в наших Интересах В гостях У нас была Юлия Осмоловская Эксперт Международник В Брюсселе На минувшей Неделе Делили Деньги Главы Стран ЕС Собрались Там На прошлых Выходных Для решения Важного Вопроса Сколько Денег Из коронавирусного Фонда Можно предоставить Наиболее Пострадавшим Государствам Безвозмездно Дискуссия Была Жаркой Из-за чего Пришлось Продлить Саммит На целых Два дня Не предусмотренные Регламентом Прения Касались Средств Из фонда На восстановление Экономики После пандемии Напомним Он составляет 750 миллиардов евро Германия И Франция Настаивали на том Чтобы 500 миллиардов Из этой суммы Были направлены Пострадавшим Странам ЕС В качестве Гарантии Финансовой помощи А не кредитов В то же время Австрия И Нидерланды Настаивали на том Что Евросоюз Не может Позволить себе Такое расточительство А деньги Следует выделить В качестве кредита И в меньшем объеме В воскресенье Глава Европейского совета Шарль Мишель Предложил компромисс Сократить пакет Безвозмездной помощи До 450 миллиардов евро Этот вариант Не прошел В понедельник На второй дополнительный День саммита Германия и Франция Вновь не смогли Добиться того Чтобы направить На восстановление Экономики Пострадавших От коронавируса Стран Полтриллиона евро В итоге договорились О 390 миллиардах евро Вот что пишет об этом Официальный сайт Канцлера Германии Ангелы Меркель Цитата Это было непросто Но для меня важно то Что мы собрались И все мы убеждены Что извлечем какую-то пользу Из итогов встречи Сказала канцлер Ангела Меркель На пресс-конференции С президентом Франции Эммануэлем Макроном После заседания Совета Европы Европа прошла Важный путь Со времен Франко-германской Инициативы 18 мая И показала Что готова выйти На новый уровень В совершенно особой ситуации Как видим Достигнутую договоренность Германия и Франция Стремятся преподнести Как свою победу Хотя убедить коллег По еврозоне Выделить больше На поддержку Своих пострадавших соседей Не удалось На самом деле Описанная ситуация В очередной раз Обнажила проблемы Существующие Между странами ЕС И существенно усилившиеся С наступлением Эпидемии коронавируса Первая проблема Это разделение На либеральную Старую Европу И консервативную Новую Европу А вторая проблема Которая и проявилась В спорах о коронавирусном фонде Это деление На богатый север И бедный юг Больше всего От пандемии Пострадали страны Южной Европы Такие как Италия и Испания Добавьте к ним Грецию И вы получите Типичный список Стран-реципиентов Или попросту Должников Внутри ЕС Да Уровень жизни В этих странах Довольно высокий Но давайте Будем честны Невозможно В современном Обществе Выстраивать Свою экономику На туризме И производстве Продуктов питания Однако Развитая И современная Промышленность В этих странах Невыгодна Локомотивам Евросоюза Германии И Франции Которые По сути Являются Огромными Фабриками Промышленных Товаров И нуждаются В платежеспособном Спросе В менее развитых Странах ЕС Именно поэтому Германия С Францией Выступили За максимально Возможный Пакет Финансовой Помощи Для пострадавших Стран А другие Государства Богатого Севера Европы Противились Данной Инициативе Так как Оплачивать Этот праздник Жизни Им придется Из собственного Кармана Тем временем Проблемы Из-за Пандемии Настигают Не только Наиболее Пострадавшие От нее Страны Южной Европы Но и Францию А если быть Точнее Ее Президента Эммануэля Макрона 19 июля Издание Bloomberg Опубликовало Итоги Соцопроса Компании EFOP Согласно Которому Рейтинг Французского Президента Макрона Упал до Отметки В 37% В то время Как большинство Французов Одобряют Его нового Премьер-министра Жана Кастекса Далее Цитата В попытке Оживить свое Президентство В преддверии Выборов 2022 года Макрон В начале Этого Месяца Переформатировал Правительство В результате Чего В качестве Премьер-министра Был назначен Малоизвестный Жан Кастекс Первый Рейтинг Одобрения Нового Премьер-министра Согласно Данным Опроса EFOP Составил 55% Что соответствует Первоначальному Рейтингу Его предшественника На этом посту Эдуарда Филиппа Рейтинг одобрения Французского лидера Снижался с тех пор Как в марте Подскочил До 43% Когда пандемия Коронавируса Охватила Францию И его правительство Начало Трехмесячный карантин Данная Социологическая Тенденция Является Результатом Объективного Ухудшения Экономических Показателей Вследствие Пандемии До ее начала Франция могла Похвастаться Низким уровнем Безработицы Экономическим Ростом И не слишком Высоким Государственным Долгом Ковид-19 Ударил По всем Трем показателям Одновременно Центральный Банк Франции Прогнозирует Рост уровня Безработицы До 11% В годовом Выражении Против 7,8% До пандемии ВВП Во втором Квартале Упал На 17% Государственный Долг Стремительно Растет И по прогнозам Может превысить Показатель 120% От ВВП Значит ли это Что на переизбрание Макрона В 2022 году Можно ставить крест Разумеется Нет К тому времени Многое может Измениться А вот очередной Волны протестов Наподобие Недавних выступлений Желтых жилетов Франции Вероятно Не избежать Найдет ли Эммануэль Макрон Баланс между Потребностями Населения И ограниченными Средствами На восстановление Экономики А на этом Наша программа Подошла к концу С вами была Международная панорама И ее ведущий Данил Богатырев До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин